Привет, ребят! С вами 20 июля. Я поднимаюсь домой, потому что забыла взять для Ани какие-то снэпы. Вот так. Короче, сегодня... Тащи, нет, не сегодня. Уже был день рождения нашего друга Аркаши. Он, получается, муж Насты Фетт. Вот, но отмечает он сегодня, и мы приглашены. День рождения он отмечает в яхт-клубе. Вива дома остаётся. Вот 200 тысяч 500 раз повторяю. Зибочку опять не берут с собой в яхт-клуб. Конечно же, Аню с собой берут. Но такая несправедливость. А, снэки, печенюшки. Я дорядилась. Купили недавно мне вонтут белое платье. Точно такое же, как у меня было, в котором у меня Слава делал предложение. Но то белое, в котором у меня Слава делал предложение, но я в котором была, я думала, что оно другого размера, и оно у меня мало. Потому что я его мерила последний раз давно, и, видимо, тогда оно у меня реально было прям мало-мало. А оказалось точно такой же размер. Ну, может, оно как-то подсело, я не знаю. Так, Сталочка где-то на лямпе, что у меня сейчас все сиськи наружу его лица. Короче, вышли мы такие из дома. Я как всегда. Ну, вы представляете, потому что надо собрать... Ну, не все поймут. Кто-то сейчас скажет, ой, ну опять она негативит. Во-первых, у меня завтра месячные должны начаться. У меня в каждом блоге они должны начаться. Потому что такая вот я... У меня чувство постоянно, что у меня сиськами было лучше. Что это за натяг такой? Короче, да, я на нервах. Многие девчонки меня поймут. Ну, прям поймут вообще. Даже вот, типа, я понимаю, о чем ты говоришь, Юля. Нужно собрать себя, ребенка, покормить всех дома. Собрать сумку, все продумать. Славе говорю, достань суп ей с собой, баночку. Ищут в холодильнике. Ой, блин, ищут, 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 ищут. Я злая. Кто скажет, ты вообще его не любишь. Мне иногда пишут, что я, типа, душнила и вообще бедный Слава. У нас нормальная, обыкновенная семья. Смотря. Да нет. Ну, короче, все вы понимаете. Блин, девки точно меня понимают. Мужики иногда так тупят. Конечно, девочки тоже тупят. Ну, короче, я разозлилась. Говорю, ты вообще с нами тут живешь или нет. Потому что мужики, во-первых, никогда них не могут найти. Меня это, конечно, дико раздражает. Но получается, что я вместо того, чтобы продолжить там свои какие-то сборы, пошла доставать банку. Конечно, это, ну, недолго. Но ведь в таких мелочах и выходит так, что ты долго все собираешь. Из-за того, что там я держу в голове, что надо не забыть. Прошу Славу там, собери то, возьми то. Он этого, например, не нашел, потому что он, ну, мужчина. Мужчина. И я иду это искать. И пока я это ищу. Ну, не ищу, а достаю. Я забываю, что надо было взять что-то еще. Вот, они ушли с Аней за кофе. А я пошла за снеками. Потому что лучше их взять с собой. И в итоге ребенку не дать. И они не пригодятся, чем не взять. Потому что особенно сейчас у Ани разгар зубов. Я прям вспомнила младенчество ее. Потому что мы по ночам иногда вообще нифига не спим. И, ну, облом, конечно. Лучше спать-то мне понравилось. Если ей дать нурофен, а без волок, то она будет всю ночь спать. И вот вчера, например, мы ей дали в итоге. Потому что это просто, ну, я не знаю, каждые полчаса она просыпалась. Она как бы не орала вот так вот, чтобы прям орать, знаете, от боли. Но было видно, что это ей, ну, плохо. И мне вчера даже сны снились. Я уже позабыла это чувство. А сегодня нифига, я так хотела спать. Ну, это просто кошмар. Она просыпается, я не знаю, я пытаюсь спать. Она сидит, ворочится, крутится. Просто как будто у нее бессонница. В итоге мы ей даже ночью огушу иногда сейчас даем. Ну, он выходит с Аней. Конечно, он себе взял кофе, а мне нет. Потому что я же не сказала, что мне тоже надо. Он и не подумал. Короче, я злая. Просто, да. Но у меня такой характер. И такой характер. Зачем мне переходить, если они уже сюда идут? Но кофе-то у меня все равно нет. Давайте я вам лучше расскажу еще о том, что у нас теперь новая коляска. А что ты мне кофе не взял? Что? А что ты мне кофе не взял? Нет, не писал тебе надо. Ты же ничего не сказал. Ну, конечно, как мне сказать успеть? А что я буду пить весь час? Я водички взял. Какой водички? Чистой. Дай сюда снэки уберу, у меня рука сейчас отвалится. Знаешь, если тебе нужно кофе, ты мне говори об этом. Я не могу догадываться. Я потому что всегда, когда тебя спрашиваю, ты говоришь, нет, мне не надо. Ну, потому что ты у меня спрашиваешь часов в 9 ночи, кто пьет кофе в это время. Не только в 9, я сейчас спрашиваю. Ну, ты понял, вечером ты у меня спрашиваешь. А сейчас начало дня. Я просто с удовольствием выйду. А что проблема? Знаешь, я думаю, что ты не тоже войдешь. Знаю. Я думала, ты догадался. Я не могу догадываться. Надо догадываться. Скажите в комментариях, что надо догадываться и читать мои мысли. Никто не хочет читать телекинезом, телепатическим способом мои мысли. Ну, конечно, кому-то надо. Да, я сложный человек, но очень позитивный. Вспомните мои шутки. Я хочу кофе, Лай. Че не знаю. Иди ты и за кофе. Ладно. Почему ты не взял мне кофе? Давай обсудим. Пока дело не дошло до каких-то разборов, серьезно. Я иду к тебе за кофе. Все. Стой. Ты все взял, что тебе надо? Стой. Ты такой добрый. Он, конечно, хороший. Я иногда просто подлая крыса. Я это знаю, но я не могу с собой бороться. Наверное, поэтому мне достался такой муж, который в состоянии терпеть мой характер. Я действительно сложный человек. Вот просто вы сейчас видели ситуацию. Я очень злая, куча претензий, предъяв. А он действительно не может просчитать мои мысли. Ну, я это как бы понимаю, но не принимаю. Ну, короче говоря, я злая на него. И он, получается, пошел на уступки. Не стал со мной сраться, выяснять отношения, говорить, что я охерела вообще в край себя так вести. А ведь многие мужчины так и отвечают. Я знаю. Но Слава не такой. И мне в этом очень повезло. Потому что с моим характером мне... Поэтому, наверное, мы так долго вместе. Потому что я такой прям огонь. Ну, вообще, я земля, если про знаки зодиака говорить. Ну, так-то я вообще огонь. Очень такая горячий. Не знаю, грузинский, кровавший грузинский. В чем дело там? Не разбери. Ну, да. А Слава как бы такой. Более спокойный. Самое главное, что он уравновешенный. Да, Ань? Давай сделаем обзор на коляску. И таким образом мы делаем вывод, что мы друг друга как бы успокаиваем. Чего такое грустное? Покажи, как динозавр делает. Как динозавр делает. Ой. Ой, мам, дорогая. Хочешь на качели? Блин. Кроссовки-то гучами натирают девки. Девки. Если я продолжу так ходить, я останусь без ноги. Так, я еще надела короткие носки. Но если их подтянуть, может быть, ситуация улучшится. Ребята, если вдруг вы пропустили, у меня на Рутюбе выходят эксклюзивно влоги и реакции. И вот совсем недавно, прям буквально на днях, мы со Славой выпустили новую реакцию на Маму в 16. Выпуск получился длинный, классный, ржачный. Оказалось, что это один из самых ржачных выпусков из героев. Тот выпуск, с которого мемчики всякие брали и делали. Так что я думаю, вы точно оцените. Оставляю ссылочку на реакцию, которая вышла у меня на Рутюбе. И скоро у меня там еще будут выходить влоги и также реакции. Так что обязательно подпишитесь, следите за всеми моими новостями там. Потому что мы планируем много туда снимать классного контента. А вам показываю нарезку на эту реакцию, которую уже можно посмотреть на Рутюбе. У нас сегодня выпуск иностранных акцентов. Один муж там ушел, один в тюрьме, один повесился. Спасибо за дочь, тебя люблю. Чемназы. Чемназы. Честно, я бы стопудово хотела тоже сбежать. Влюбилась бы в какого-нибудь паренька, стопудово бы с ним чпонькалась. При мне флиртовать с другими девчонками. Когда Слава узнала, что я беременна, он знает, что я делал первым делом? Пошел мне яйцо пожарил. Пойдем за вторым. В начале наших отношений, с чего я выпала в полнейший осадок. Как я узнаю, что вы не чпокались? Ты че, как не пипивасик. Какий кучеравый такой, прям влух. Конечно, встречайся с кем хочешь. Конечно, гуляй с кем хочешь. Тупой еще тупей. Не всегда количество денег показатель твоего счастья. А он мне не разрешает на свидания ходить, с другими мужиками спать. Обижалась ли я? Ему Света написала. Интеллигентно. По-мужски. Технично. На салучную раковину. Ты меня когда-нибудь подозревал в каких-то шашнях за твоей спиной? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вау-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Сообщение от Светы. А там ее голые фотографии. Кто-нибудь еще мою позади. Вот так дерь. Благодарю. Вот Аня. Она бежит к какой-то блевотине. Аня. Все, ладно, погнали, а то мы опаздываем. Нам просто ехать далеко, поэтому еще такое. Зато есть шанс, что Анюта поспит в машине. Давай. Да. Ладно, на новую колясочку попозже сделаю обзор. Расскажу ее прелести. Плюс я про нее еще рилс сделала. Ну, не конкретно про нее, а про все три, которые у нас есть и были. Но во влоге здесь покажу прям ее действие. Как складывается, как раскладывается. Могу сказать, что нам со Славой она прям очень нравится. Привет. Ни фига, ты быстро идешь. Быстро. Не трогай камень. Не трогай камень. Мама. Ань, пошли. Аня. Аня. Мы сейчас едем и увидели впереди машина. И там номер С799-RU799. Итого получается СРУ 799-799 регион. Красота. И Слава говорит, это очень крутой номер, очень крутой номер. Вот, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы на вашей машине был номер СРУ. Я бы хотел. Слава хотел. Как, наверное, любой мужик, да? А вообще можно это, можно говорить, что там не СРУ, а СРУ. Да. Ой-лю-ли, 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 ой-лю-ли. Спи. В общем, она не уснула. Где-то она не будет везет спить. Я сейчас забываю ей для головы штуку заказать, чтобы бошку держала, пока она спит. Чтобы бошка вот так вот ложится, это, конечно, неудобно. Короче, читаю комментарии по последним влогам, который вот из Турции у меня последний. Просто у меня еще пока ничего не выходило, кроме третьего влога из Турции. Получается, мы там прилетели домой, уже в Москву. И я разбираюсь, вся такая замученная, злая, уставшая, у меня все постирает, и так далее, и так далее. И там в комментариях пишут, типа, что делать Слава, какого херня, типа, отдыхает в этот момент, почему он тоже не убирает, что там. Мне кажется, я уже, я просто не помню, но мне кажется, я эту тему уже обсуждала в каком-то влоге. Вот буквально перед этим влогом где-то, мне кажется, предыдущим или предопредыдущим. Короче, я это уже как будто бы обсуждала. Не помню просто, когда и сколько я на эту тему говорила. Дело все в том, что ему это просто не надо. Ну, короче, как сказать. Вот у меня есть свои какие-то тараканы в голове, что мне нужно, чтобы все было идеально убрано, постоянно, все это убираю, убираю. И я понимаю, что это лично мои тараканы, я их не перекладываю. Ну, иногда перекладываю, конечно, но в целом стараюсь не перекладывать их на Славу, на него, на его жизнь, потому что у него, например, нет таких тараканов, и он как бы родился таким. Свиньей. Короче. А? Ты что говоришь? Я угораю. Я просто к тому, что вот мне, например, надо, когда мы прилетели, все раскладывать, убирать, потому что я не могу, меня бесит это. Я хочу проснуться в чистом доме. Славе, он устал, он, например, хочет пойти лечь, отдыхать, и он пойдет, ляжет отдыхать, потому что ему то, что там у нас два чемодана, например, они разобраны, ему это вообще никакой погоды не сделает. Он их просто будет мимо проходить, куда-то там идти в квартире, ему оттуда ничего не надо. Это все можно сделать потом, когда отдохну, и все. Все люди разные. Я просто не могу. Я не могу ходить мимо вещей каких-то. Мне надо, чтобы ничего нигде не валялось. Слава может, не знаю, прийти и снять штаны, повесить там, куда-то на стул, например, положить. Я не могу. Я и хожу, убираю в шкаф. Ну вот, для меня это лишь не какой-то шум, и я стараюсь ему мозги не делать. Я не могу. Мне это все не в кайф. Мне надо, чтобы ничего нигде не валялось, чтобы все лежало на своих местах, потому что меня это бесит. А Слава не бесит. Он такой человек, я другой человек. Он может носки бросить тебе на кровать. Я не могу свои носки. Но мне при этом пофиг. Я ему ничего не говорю про носки, кстати говоря. Это, опять же-таки, одна из причин, почему мы, наверное, так долго вместе. Это из-за носков? Нет, из-за того, что есть то, что мне, например, в тебе не нравится, но не настолько критично, чтобы мы за это ругались. То есть еще в чем плюс того, что ты лежишь с того бока, где у окна, потому что я не вижу эти носки. Они обычно у стены, и я туда как бы часто не хожу, вот так, чтобы их постоянно видеть. А то, что у меня постоянно перед глазами, типа, там, на стуле он может в комнате большой, там, не знаю, положить какую-то голову в ту штаны, ну, как бы это меня бесит. Я периодически говорю, типа, что нельзя в шкаф убрать, что нельзя в шкаф убрать. Или сама убираю. Потому что мне самой проще убрать, чем дождаться, когда Слава уберет. Потому что ему и так нормально. А мне так ненормально. И по итогу он на меня не попендривается, что я такая прип***на на тему уборки и чистоты. И я на него не гоню, что ему вот нормально, чтобы был не идеальный порядок. И вот и все. Поэтому, когда мы прилетаем после, там, тяжелого перелета, он может спокойно взять, пойти отдыхать. Кайфовает. Бесит ли меня это? Да. Меня это бесит. Потому что вот так. Если бы у него тоже были тараканы на тему чистоты, у нас бы, наверное, вообще дома идеальная чистота была. Мы бы вдвоем х***ли бы, убирались. Но ему это не надо. Получается, это надо только мне. И за то, что это надо только мне, я ему мозги не делаю. Ну, в смысле, мне пофиг. Я просто приехал, чуть-чуть устал. Хочу отдохнуть. Мне вот разбирать чемоданы, вот в первую же секунду, как я зашел домой, мне вообще это по барабану. Нет, не надо. Я на следующий день все это разберу, ну, разберу, естественно. А тебе надо прям, вот ты приехала, прям ежесекундно, п***. Да. Ну, я не такой, как бы, мне так нормально. Ну, ты вообще не особо-то частюля, да? Ну, я могу, да, в принципе, это, ну, там... Тарелки не убрать. Тарелки могу не сразу убрать. Чашки не убрать. Я убираю, просто не сразу. Ну, типа... Да, просто из-за того, что он не сразу убирает, в итоге я все убираю, потому что мне это надо сразу. Я просто, типа, ну, покушал, оставил, но я могу там, типа, через пару часов их убрать. Ну, я не сразу их убираю, но убираю. Ну, короче, для меня это нету такого, ну, пунктика, чтобы все было вот идеально, чисто. Короче, ты хочешь, чтобы у тебя все было чисто, а потом отдыхать? А для меня, типа, ну, короче, первее в отдых. Типа, я хочу просто отдохнуть, а там уже убраться, я уберусь потом, типа, вообще. Ну, вот. Я так не могу. Я не могу лежать отдыхать. То есть я не смогу отдыхать головой, знаю, что меня впереди еще ждет уборка. Несмотря на то, что у нас есть девушка, которая убирает, ну, вот она теперь к нам два раза в неделю ходит. Все равно, вот позавчера мы пожирали на кухне, ужин у нас был. У нас-то были макароны, отбивные, короче, что-то к небу вкусняшек всяких, и соленья были. Ну, короче, засрали по кухню прям знатно, потому что у нас еще Анютка сидела, ела, все разбросала, сама ела. Сыр у нас был, я, кстати, себе палец стеркли, ну, не отрезала, но поцарапала сильно, короче, заколевалась уже себя калечить случайно. А на следующий день утром к нам должна была прийти девушка наша убираться. А это было уже вечером, ну, мы поужинали. И на кухне срач, ну, реально срач. И я Славе говорю, я пошла Аню укладывать, я говорю, ты можешь на кухне убрать? Он такой, зачем? К нам же завтра придут убирать. Я говорю, ну как? Ну, то есть, я понимаю, что, ну, это реально трэш, но я не смогу так. Я не смогу, я сейчас Аню уложу, может, пойти на кухню чай сделать. Плюс к нам вот приходит девушка убирать, она сначала гладит. И я знала, что у нас там огромное количество глажки, потому что я дня, ой, не дня, а, наверное, за... Ну да, за дня два, не знаю, сколько стирок сделано, там было все просто в белье. Я же еще заказала кучу там новых одеяла, ой, господи, полотенца, постельное белье. И все это надо было постирать, повесить, чтобы высохло. И у нас, я знала, что много глажки. И пока она будет гладить, ну, мы уже пять раз там и проснемся, и захотим позавтракать. А на кухне срач, а она до кухни, ну, пока еще не дойдет. И нам придется самим сидеть в сраче в этом с макаронами, с засохшим сыром. Я Славе это как бы сказала, что вот я не хочу завтракать вот в таком, в такой обстановке. И зачем? И в итоге он все убрал. Ну, что ты, не согласится? В итоге она реально долго гладила, потому что там было столько всего. Мне кажется, она полтора часа гладила. Короче, к нам просто девушка убирается, приходит в девять утра. Мы встаем в десять обычно. В Турции мы, конечно, начали в девять вставать, и мне так очень даже нравилось. И я бы, наверное, хотела, чтобы мы в девять вставали, но в целом Аня все равно в десять. В десять-двадцать уже спит. Это все равно, я считаю, очень хорошо. Потому что, например, вставать в семь утра, и чтобы она ложилась в девять вечера, это вообще нам не подходит. Но если говорить про какие-то будущие садики, школы, конечно, этот режим более правильный был бы для нее. Но мне бы, наверное, не хотелось сейчас жить в таком режиме, потому что все равно... Ну, хотя в девять она легла, у меня еще до х***а свободного времени. Все равно как будто, блин, в семь, там, в восемь вставать вообще не хочу. Ой, мы так далеко, кстати, от Москвы сколько? Сорок, пятьдесят километров практически, да, мы от дома едем. Представляете, как далеко мы едем на день рождения? Ну, блин, хорошая погода, наши друзья пригласили вообще. Ну да, нам Анютку не с кем оставить, там я не думаю, что с детьми будут. Но я у Насти спросила, она сказала, что вообще нормально, приезжайте с Анюткой, все, ну, будет комфортно Ане. Поэтому вообще я как бы стараюсь так, знаете, не то что настраиваться, мы, в принципе, практически сразу, как Анютка родилась. Ну, не сразу, конечно, через какое-то время уже такие выбирались чаще, из дома куда-то, движутся. Ну, ладно, там классно Анютки будет, посмотрим, что там за... Да, я тоже думаю, классно, там яхта есть, наверняка газончик. Ну, как считай, природа, считай, на дачу почти загоняли. Ну, что, вот мы едем, вокруг нас лес, вот тут стройка. Так, что я говорила про уборщицу, да? Мам, ты, ой, я тут наткнулась на релиз, и девушка рассказывает, что они наняли себе повара. У меня теперь такие замашки царские, я хочу повара, но, типа, не такая повара, что у тебя каждый день готовят. А вот буквально ты платишь ей за час, она приходит к тебе там на, ну, там, три часа, например, два раза в неделю пришла, три часа, кучу блюд наготовила тебе на два, там, три дня, может быть, я не знаю, ну, на два дня, например. На сегодняшний день и ещё на два, допустим, если это не протопнет. Хотя я обычно такое уже боюсь есть на третий день, я такая в этом плане. Ну, короче, наготовила, ты ей заплатил денюжку и кайфуешь. Мне, конечно, вот мне пишут в комментариях, Юля, ты уже вроде стараешься делегировать, но всё равно столько всего делаешь, вот в плане уборки даже, если у тебя есть там девушка, которая убирает, пусть она это делает. Да, я согласна. Всё равно сразу к этому невозможно прийти, прям всё отдать, да, делегировать. Плюс я же понимаю, что она не сможет за один приход сделать всё то, что там мне надо. Она поставит, окей, пока она будет у нас дома убираться, она обычно убирается, но вот в девять приходит, и, допустим, в час в двенадцать уходит она. Девять, десять, одиннадцать, ну, типа три часа, например, она у нас. Примерно, по-разному хватит, ну, примерно три часа. Ну, сколько она стирок за это время сделает? Ну, две, наверное, не знаю. А я за день до её прихода могу ещё больше сделать? Да, я это всё поверила. И в чём ещё плюс? Что она-то эти стирки сделает, но она же не будет ждать, когда постирается. Она будет параллельно убираться. А когда ты всё это вешаешь, пыль-то летит. Я ещё видела комментарии, типа, у вас вроде есть деньги. Чё вы не купите себе сушильную машинку в эту квартиру? Я согласна. Её, кстати, можно было бы даже на балкон поставить вместо сушилки. Но, вот знаете, я... У нас в новой квартире будет сушильная машинка. Даже на дачу мы будем ставить сушильную машинку. Но мы будем делать два в одном. Но, короче, посмотрим. Надеюсь, что это не зря. Просто я хочу, чтобы у нас на даче тоже была сушилка. Но, по сути, мы там сможем спокойно вешать бельёк по старинке. Не все вещи можно в сушильную машинку класть. И я знаю, что некоторые вещи портятся в сушильной машинке. Просто, ну, как будто больше изнашиваются. И это тоже мне не очень нравится. Вот эта мысль. Но, по сути, да. Было бы, конечно, удобно с сушильной машинкой. Я думаю, что пусть этот момент останется таким, что когда мы начнём жить с сушильной машинкой, я буду думать, и почему раньше мы её не поставили? Пусть это будет один из таких моментов. Нужно чуть-чуть помучиться, чтобы потом больше оценить, что имеешь. Чш-чш-чш. Спи. Спи, спи. Чш-чш. Бедняжка. Да, в машине спать такое себе, конечно. Не лучший сон. Ещё мы при всем можем приезжать сюда, в Рекине. Куда? Там, вот, ближе, как, в Петре. А, там видишь шлагбаум? Нам надо сказать, что мы на день рождения Аркадия. Да, мы видишь, здесь слева шлагбаум на проезд на те улицы, которые ближе к воде. Вот ты сейчас увидишь, здесь улица, вот здесь ворота. Туда нельзя просто так доехать, здесь и здесь шлагбаум. Да, понятно. Яхт-клуб. Короче, мы приехали не туда. Очень странная ситуация. Мы ехали по адресу, который меня сначала скинула Настя. С чего, типа, доехали, навигатор нас так привёз. А там всё в шлагбаумах. И нам охранник сказал, типа, вы чё? Тут по пропускам. Ну, видимо, тут... Ну, сказал, что тут нет никакого яхт-клуба. А нам ещё 17 минут. Вот, мы перестроили маршрут. Там, по другим данным, которые Настя скинула мне сегодня уже. Потому что приглашение скинуло одно, а сегодня, видимо, более точно. Может быть, не знаю. Ничего страшного. Абсолютно. Потому что Аня должна ещё поспать. И в идеале ещё прям много поспать. Вот. Так что, когда мы приедем, я надеюсь, что она ещё сможет в коляске, может быть, доспать. Но не факт. По крайней мере, если она хорошо поспит днём, можно сказать, день удался. Потому что, если она плохо прям поспит, то это жесть. Интересно, тут такой райончик вообще. Тут, наверное, не просто дачу. Тут, наверное, люди прям как в доме живут. Конечно. Я думаю, тут дорогие дачи. Тут такие прям, ну, посёлоченьки такие. Ну, я не думаю, что тут прям дорогие-дорогие дачи. Всё-таки, типа, это в сторону Мутиич. Это не самое дорогое направление, наверное, да? Ну, и наша дача, это не дорогое направление. Это же не Рублёвка какая-то. Это не Рублёвка. Здесь всё равно. Ну, да, здесь красивые лобзи. Здесь закрытые въезды. Так, значит, здесь, мне кажется, цены хорошие. Ну, да. Ну, даже вот там, где у нас дача, там же тоже цены не х** себе. Такие. У нас нету, потому что хранилища едут. Да, но у нас там Москва-река, например. Конечно, ты в нём купаться не... Ну, будешь. Кто-то купается. Мне кажется, мы даже купались. У нас тоже там есть красивые места. Ну, да. Не сравнится с Аейом Глубом. В общем, едем. Я что-то уже проголодалась. Я надеюсь, что там прям с едой всё окей на днюшечке. У нас такая шикарная еда была на дне рождения Ани. Но, как всегда, когда это праздник твой или, ну, твоего ребёнка, или свадьба, ты особо, ну, поесть не успеваешь. Да, красиво. Ну, ты, конечно, особо не ешь, потому что ты в гостях, в движухе, пофоткаться, там. Ну, сами понимаете, что рассказывать. Но я всё-таки что-то попробовала. Бургер попробовала. Ну, родные тоже пробовали, рассказывали, что было вкусно вообще. Конечно, вкусно с такими деньгами. Ещё было бы невкусно. Что? Мы вообще приехали, было бы, честно, на хранилище. Странно, конечно. Ну, то есть мы сюда приехали, нам вообще надо было бы сюда было. Почему у нас так? Мы ездили на дачу, когда в этом блоге, получается, в первой половине этого блога. Мы брали с собой Vivo. Ну, понятно, на день рождения в Яхт-клуб мы же не будем брать Vivo. Да. Как вы разворачивались? Ой, видите самолёт? Какое небо красивое сегодня. Вообще. Vivo, кстати, стал такой наглый. Ну, не, не то что наглый, а такой смелый, типа, знаете, рисковый девкой. Раньше мы пока её на руки не возьмём из дома идти куда-то гулять. Она будет стоять просто у двери. И я раньше вообще боялась гулять, когда мы с ней вообще не гуляли, когда она мелкая совсем была. Ну, потому что мы собаку когда заводили, мы хотели такую собачку, с которой гуляешь по настроению. Ну, конечно, в комментариях уже пишут, блядь, осуждающие комментарии, понятно. Но, видите, мы с Vivo часто гуляем, и потом гуляли просто вначале. Мы мало с ней гуляли, так, больше вот в хорошую погоду. Потому что она у нас ходит на пелёнку, приучена. Ну, да, это, может быть, не та же есть собачья, о которой она мечтала. Может быть, она мечтала постоянно гулять. Но вот сейчас у нас на даче закончится ремонт, когда... Я думаю, что мы там будем часто, зимой и летом, вот, потому что в планах там всё так вот обустроить уютно и классно, чтобы когда нет каких-то, например, рабочих проектов в Москве, из-за чего мы должны сидеть в Москве, то вообще сваливать на дачу. Потому что на даче, конечно, классно. Особенно, Анютка подрастёт, пилком под зад вместе с Vivo и во двор, на качеле, в песочнице, и всё. Сидишь себе дома, кайфуешь. Ну, понятно, кайфуешь там, не на окна, моешь, я же себе найду дела. Поэтому всё равно хочется больше на даче, конечно, тусить. Мы даже со Славой думаем, может быть, в Москве, вот в этом кабинете, в котором у нас сейчас ремонт идёт в квартире, может быть, там поставим мой компьютер, и я там буду как бы заседать за своими делами. И Слава на даче будет, отвезёт свой компьютер, технику всю, потому что, ну, может быть, я не знаю, как в итоге получится, посмотрим в будущем. Как пойдёт, но, может быть, мы вообще будем жить как будто бы на два дома, потому что нам до нашей дачи полтора часа ехать. Ну, даже час иногда. Ну, что это такое вот час, да, по сути? Это вообще фигня. Ты в центр едешь, бывает, по два часа от своего дома, хотя это находится, например, где-то там, не знаю, 10 километров, 15 километров. Нам до дачи от дома где-то 50-60 километров. И если ещё выбирать правильное время суток, дня недели, то вообще без пробок долететь можно. Поэтому при желании вообще можно туда-сюда гадаться, и у меня вот есть такое желание. И я думаю, что Виве вообще будет кайф, и она будет часто на свежем воздухе, как собачка. И вообще, в принципе, это полезно для всех. Так и что я говорила, что Вива такая немножко наглая стала, в том плане, что она видела, что мы сейчас собираюсь уходить, и около двери стояла. То есть она такая, я с вами, нихера не знаю, я иду с вами. И я и раз здесь искала, что Вива дома остаётся, Вива дома остаётся. Ну вот мы всегда стараемся, ну, куда мы её можем взять, и знаем, что ей там будет хорошо, мы её соберём. Вот на дачу мы съездили, одним днём туда-обратно. У нас была вся машина забита. Ну, конечно, поехать без Вивы, да, нам было бы проще в какой-то степени. Ну, по крайней мере, туда, потому что у нас всё было забито. Вива сидела там на мне, ещё сзади Аня, которую надо как-то развлекать спереди. Ну, короче, геморрой. Но, блин, это такой геморрой на часик. А потом-то всё, собачка погуляла, кайфанула, свежим воздухом подышала. Мы к бабушке заехали, она там курочки у бабушки съела. Варёный вкусненький супчик. Ну, всё, потом Москву приехали. Конечно, мы понимаем, что ей кайф. Сегодня, ну, конечно, мы бы не смог. По-первых, мы на день рождения в ресторан. Ну, куда мы Виву с собой возьмём? Так и к чему я? Я ей сказала сто тысяч раз, что она остаётся дома. Я закрываю дверь и в тёмную квартиру, говорю, типа, пока Вива. Поворачивали, Вива уже к лестнице идёт, оказывается. Ну, короче, такая, типа, знаете, проскочила между ног у меня. Не знаю ничего, я тоже с вами. Ну, пришлось как бы ей ещё раз сказать, что она идёт домой. Ну, что поделать. Жалко, конечно, но не могу я её везде таскать, потому что за ней тоже надо следить. Она, конечно, собака и всё такое. Это как бы не сравниваем с ребёнком. Но, извините, за собакой тоже надо следить, поэтому, ну, ничего, всегда берём, когда, ну, это ей будет удобно. Плюс там будет штопа людей, ресторан. Я вообще не уверена, что туда можно за своими собаками. Ну, короче, почему мы сидеть? Какое небо сегодня шикарное. Посмотрите, какая красота. Просто пейзаж. Так вот, мои эти царские замашки забыла. Вот я теперь думаю по поводу повара. Думаю, было бы классно, реально. Я просто увидела у девочки, врилась. Она говорит, как же это здорово. Вот реально, два раза человек пришёл к тебе в неделю, наготовил на два дня. Итого, например, в неделю у тебя на 4-5 дней есть еда готовая. Хорошая домашняя готовая еда. То есть тебе не надо заказывать, не пойми, что из ресторана. Особенно сейчас такой период. Мы тут заказывали как-то еду. Слава себе заказал борщ. И там оказался этот... Кто за... Как это называется? Бобы? Бобы или кто? В борще. В борще. Ну то, от чего сейчас ботулизм, блядь. Какие-то консервы, какие-то бобы, что ли, там не пойми, что-то... Короче, в борще у Славы оказалось, и он не стал есть борщ. Ну то есть он сделал, не знаю, ложку одну съел, или не знаю, что без этого боба, и потом увидел, что там этот боб. Боб. Боб Марк. Губка боб. Стрёмно. Ну реально стрёмно. Мы, конечно, частенько бывает так, что-то из доставки заказываем, но всё равно... Блин, я тут редиску заказывала два раза подряд. Я в своём телеграмме, обязательно на меня подпишитесь, показала, какая редиска там пришла. Просто салатик поесть хотела. Из редиски черв такой вылезает. Такой здорово. И просто такой добряк. Личинус добричинус. Добричинус. Вылез, поздороваться. Белок. Понятно, всю эту редиску выкинули. Ну, короче, блин, продукты некоторые трэши. И вот я два раза подряд заказывала в разные дни редиску. Думаю, ну, наверное, сегодня попалась такая. Опять. Один раз вся какая-то гнилая в чёрных точках. Второй раз. И понятно, что первую мы выкинули. Вторую мы вообще с червём тоже выкинули. Просто охеренно. Так, нам уже пять минут осталось. Мы уже на час пятнадцати поздали. Не знаю, сколько мы пропустили. Это веселье, но здесь немного. Что-то голова заболела. Блин, у меня ресницы в глазу. Я прям в камеру увидела. Короче, мне доставляет огромное удовольствие расслаблять дом. Я прям как будто бы какую-то грязную энергетику из себя высвобождаю. Ну вот, тут уже написано всё, что нам надо. Асфальт сделать. Так а зачем яхт-клубу асфальт, если они по воде? Как доехать, чем надо? Сюда нам? Куда заворачиваешься? Прикольно. Короче, я так рада, что у Анютки день рождения летом. Это и для меня такой кайф, потому что я понимаю, что плюс один праздник нашей семье в Копилочку, который можно классно отмечать летом. С бассейном, с шашлыками, с дачей, с природой, с... Ты что хочешь, аквапарк там, Турция вообще, вариантов полно. Потому что вот просто то, что у меня 28 декабря днюха, вот мы с мамой даже болтали. Я говорю, ну вот под конец года уже вот у меня, чем старше, тем вот чаще такая фигня, уже нет у меня никаких сил на какие-то празднования, дни рождения. Я последние года, можно сказать, толком вообще не отмечаю 26 лет, у нас вообще был ковид, вот сейчас 26, когда мне исполнялось, получается, в том году уже у нас вообще был ковид, мы дома все сидели, и все наши родные приходили к нам домой, просто на пороге поздравляли, цветы уручали и уходили. Вот так вот я отмечала свой день рождения. До этого просто с семьей дома собрались, и это, конечно, тоже норм, но, блин... Что там надо сказать? Праздника хочется. День рождения Аркадия. Настя так сказала, вроде бы. Дальше куда-то ехать. Говорит, парковка есть. Надеюсь, нам сюда. Что-то я уже все хочу. И есть, и пить. Да-да-да. День рождения Аркадия. Вот мы и доехали, наконец-то. Мы потом опять не туда заехали. Ну все, теперь мы на месте. Пойдем поздравлять именинника. И потом покажем вам территорию эту шикарную. Тут действительно очень клево. Очень красиво. Очень красиво. Очень любимое. Вообще, такая красота. Здравствуйте. 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 Я приела. Футболку оденешь. Чью-то, да? Слышишь? О, нормальная, да? Иди позагорай. Подожди, ты ни разу не катался? На бейксерфе нет? А мы там тренера берем, и она нас откажет. Она приехала. Настюк, ты тоже будешь? Амортизация есть. Круг. Можно круг надеять с большой такой дыркой. Два круга сверху и снизу. Не боишься и прилетать, то они боятся. Давай, доставай этот кусок мяса. Ну ладно, пошли. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ладно ткать внутри, забыть. Мы сейчас вытканивай, да? Ты это хочешь? Перед этим, при доме, перед этим реагируешься. Он очень хочет, он выкладывает, когда стелить не вязать. Потом ты заходишь домой, получишь. И он говорит, что опять на сюда. Потом ты три раза не выкладываешь, но он не вкладываешь. Поп-новая не выкладывает, он выкладывает, только... Да-да-да, чтобы ничего, да. Ой, я забыла, что я снимала. Сижу, такая зуда. Да, так, так, так. Вы не обманываете, чтобы его кирпичка наклонилась до предплечья. Скажите, перевывайся. Вот и вы. А он просто просовываешь руку. Так вот, держи. Не хочет на суки. Есть какое-то вкусное мясо. То есть, ты не просто где-то здесь что-то добычки. Ну там были все вот такие. Прилаживаются и перевозят в перевозят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы сись, ветерки отрезайте. Я не сиди. А это так. Так, все куда-то пошли, поднялся ветер, сейчас все сядут в лодку, ну не все, конечно. Мы с Анюткой идем смотреть, что там за движуха, сейчас ребята будут кататься, получается, сзади к лодке такие лыжи, и ты по волнам фигачишь, прикольно. Ну, мы не будем, конечно, с Анюткой, я так поняла, где-то человек пять будет кататься, так что интересно, мы сможем посмотреть только со стороны на всю эту движуху, но интересно, конечно. Снимаем. Ань, что у тебя с волосы? Не уложила, что волосы не уложила? Воду повесишь. Ладно, не ходи, здесь, наверное, нельзя. Анечка, пойдем, посиди на другие корабли. По газону. Пойдем, пойдем. Пошли. Нет, сюда мы не пойдем. По газону нельзя ходить, Ань. Пошли, 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 пошли. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем. Так, ребят, мы пересели в самое начало стола. Ребята, мальчишки, Акаша, там еще ребята, парни ушли кататься. Получается, на такие лыжи встают за катером, едут, вообще красотища. А мы сидим, пьем просека, Анютка ест, Анютка ела рыбу. Вот Балина. Всем привет, ребята. С Анюткой играется в динозавров. Они прям подружились вообще. Мы сидим тут, болтаем про жизнь. Вот Дима. Помните Диму? Конечно, помнят. Болтаем тут вообще про жизнь. Да помнят, слушай. Все помнят. Большой такой шикарный стол. Кетчуп. Анюта сидит как имененец как будто. С Димом болтаем классно про жизнь, про работу. Это я. Просто про какие-то планы. Есть что обсудить. Да, вообще. Отлично проводимые события. И Анютка тут со своими динозаврами. Маа. Так что хорошо проводим время на дне рождения Аркаши, который где? А вот и Аркаша сам. Ребята плавали. Сейчас узнаем, как прошло их супер-пупер катание. Пока-пока-пока. Вы уходите? Да. О, счастливо. Хорошо, можно потусоваться. Спасибо. Малтюш, вообще. Да, все приходит. Я уже говорил, Магарка. Пока-пока. Он еще мой. Привет, деки. Привет. Именинник. Спасибо. Гости именинника. Моя Настюшечка. Переменяшечка. Пукелька. Какой модник. Я же сейчас селфи на поводку. Да, Магарка. Спасибо тебе. Тебе можно. Смотрим, как вручают подарки. С всех сторон. Спасибо. Блин, очень стильно. Спасибо. Так, Аня. Мы погоняли. Мы тут, кстати, не одни. С малышом. Привет. Мы тоже с малышом. Да, пришли годик вот недавно. Вам полгодика, нам уже сказали. Молодцы. Короче, Анютка прямо вообще вписалась в праздник. Спасибо большое. Привет. Меня зовут Сережа Кинозавр. Как зовут? А как мальчика назвали? Платон. А как меня звали? У нас Анютка. Там есть рядом гора. Утка с динозаврами. Да, ходит уже. Так, 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 так. Ань, Ань, Ань. Оставь в покое эту тряпку. Мы, наверное, уже скоро поедем. Они прорисовывают. Там технолог такой. Болтаем. Они текстуры молодых людей с текстурой. Я один раз был на Кипре. У нас в компании была девочка. Она будет в Венеерской. Мы едем домой. Сейчас время 20.15. 8.15. Я в каком-то влоге говорила, что вот сейчас полдесятого. Это как раз когда мы прилетели и на улице было светло. Но правда летом в Москве светло в это время. Я ничего не придумала. Это просто видела в комментариях, кто-то удивился. Я напилась парасека. Все прошло хорошо. С ребенком вполне себе. Можно приехать на день рождения. С учетом того, что нам вообще час до дома ехать. То есть я радуюсь, что мы сегодняшний день провели вот так. Классно. На день рождения. В компании, знакомых, друзей. Приятный вечер. Аня поела стейк. Ну, лосось. Ее любимое блюдо. Реально она обожает рыбу. Она просто вообще какая-то не знаю, что. Ах, это же рыба. Тебе не стыло? Ты же рак. Жрать своих сородичей. А? Ну, хотя это тоже козерог получается. Если я козерог. Козерог это кто? Кто, коза или кто? Ну, я козу уж не ем. Я наткнулась в Норилс, что почему вот мусульмане не едят свинину. Ну, что это грязное животное, понятно. Я реально никогда особо не задумывалась, насколько это грязное животное. Я свинья, она ведь реально жрет все. Просто мусор. Она может даже, наверное, человека сожрать, да? Кошмар какой. Лютая дичь. А я люблю свинину. Она, мне кажется, такой вкусный. Прям люблю свинину. Короче, Рилс был о том, насколько свинины, это грязное животное, что свиньи жрут мусор, а мы это едим прям вот шашлык, вкуснятина. Деньги за это платим. Также про креветки. Креветки считаются, ну, тоже типа низшей какой-то расой в море, там, в океане, не знаю. А мы это так, о, креветки. Вау. Понимаешь? Так вот жрешь мусор и радуешься. А вот реально меньше знаешь, крепче спишь. Как прошел день рождения, на котором ты была? Гу-гу-агу? Гу-гу-агу? Я вам снимала момент, когда пришли гости с малышом, которому 6 месяцев. Просто иногда я думаю, блин, надо идти бежать за вторым прям. Я уже хочу второго ребенка, как будто бы, потому что я уже забыла. Такие они маленькие, миленькие. Но все равно лучше еще подождать, еще больше соскучиться по этому милому младенческому вайбу. Не романтизирую, потому что первые 3 месяца иногда это реально п*****. Поэтому не слушайте меня. Все это мило, классно. Но бывают дни, когда реально трэш. Очень устаешь, очень-очень устаешь. Очень много переживаешь. Но все равно это, конечно, такая милота. А вообще, кто боится идти за малышом, не надо бояться. Просто не надо бояться. Не надо бояться младенцев. Реально, не бойтесь. Потому что, да, младенец, он вас пугает. Но поверьте, мне кажется, намного больше ты волнуешься и переживаешь за ребенка, когда он намного старше. Потому что он может уйти из дома. И непонятно, где он будет шляться. Например, куда-то пойти. Не дай бог, кто его знает, что у него в голове у этих подростков. Мне кажется, это намного страшнее, чем когда младенец, у которого просто колики-зубики. Ты это хотя бы, ну, рядышком, рядом с тобой все происходит. Короче, жизнь — это жизнь. Дети — это часть нашей жизни. И вот даже сегодня мы с Аней пришли на праздник, ну, на день рождения сидели за столом. И там, ну, вот ребята с малышом, они пришли не сразу. И он у них более такой, наверное, ну, более тихий в сравнении с Аней. Потому что Аня уже такая вся взрослая, типа, характер свой показывает. Такая, дай мне это, дай мне то. Будь. Вот, правду мама говорит, будь здорово. Я в какой-то степени сначала такая, типа, блин, наверное, кому-то, ну, кому-то, может мешать то, что Анютка там что-то покричит. Но она же недолго она так что-то покричала, недовольство свое высказала, и все. На самом деле это мелочь. Это только мне кажется, что кому-то это сильно мешает. Но на самом деле это вот, ну, мне кажется, реально мелочь. Я не думаю, что это кому-то прям мешает. Просто мне чужие дети, которые плачут, кричат. Ну, какие-то, знаете, недолгие такие моменты их переживаний. Они не называют у меня негодование какого-то, типа, да что это такое, успокой своего ребенка. У меня такого нет. Я спокойно с пониманием отношусь. И всегда так было до рождения Ани тоже. В том числе я понимала, что я не знаю, что у ребенка, он же другой человек. И не всегда мама или там папа могут повлиять на то, чтобы ребенок перестал орать. Мало ли что его беспокоит. Разное бывает. Поэтому, ну, как бы, просто с пониманием нужно относиться, как и любому другому взрослому даже человеку. Ну, короче. И я уже забыла, к чему я это вела. Ну, просто... Мне нравится, когда мы с Анюткой куда-то выбираемся. Прикольно. Думаю, классно. Мы не привязаны к дому от того, что у нас есть ребенок. Мы можем вместе с ней куда-то пойти. Да, она может где-то что-то покапризничать чутка. Но главное, чтобы она поспала. Главное ее покормить. Чтобы была еда. Ребенок поспал. Если есть, на всякий случай, вот, мы сидели, болтали. Я Ане дала свой телефон, включила мультики. Да, многие судят. Ну, реально пофиг. Ну, в смысле, она не хотела по-другому сидеть. Ей что-то там, может, надо было, не знаю. Но с мультиками она могла посидеть. Мы могли поболтать. Мы же не каждый день ходим на день рождения. Так же, как и Аня, у нас не каждый день смотрят мультики. Кому интересно. Потому что вдруг кто-то думает, что мы каждый день, Аня, включаем мультики без остановки. Мультики мы можем ей включить в машине, если мы долго едем, типа, на дачу. Ну да, мы можем включить и то. Иногда, ну, чаще всего мы стараемся подгадать, чтобы она спала в это время. Хотя в машине спать, конечно, надо с удополнейшей. Вы сами видели. Как я уже сказала, осуждать можно вот так. Особенно, пока у тебя нет ребенка. И ты не прошел какие-то этапы. А еще у меня заложен нос. Ладно, я пошла. Всех любит. Слово обнимаю. Будьте счастливы. Ждите следующий влог.